В священный месяц Рамазан наши дипломаты в Вашингтоне организовали ифтар с участием членов Конгресса, высокопоставленных представителей Государственного департамента, Министерства обороны, а также руководителей главных мечетей страны. Одна из двух мусульманных в Конгрессе США и единственная Конгрессвумен в хиджабе Ильхан Амар в ходе вечернего приема пищи отметила заметный прогресс в сфере обеспечения религиозных свобод в Узбекистане. По словам законодателя, решение Госдепартамента США о выведении Узбекистана из списка стран-нарушителей религиозных свобод в 2020 году – это важная веха, отражающая серьезные и последовательные усилия правительства Узбекистана. Директор офиса по противодействию насильственному экстремизму Бюро по борьбе с терроризмом Госдепартамента Ирфан Саид высоко оценил успешную реализацию Узбекистана в гуманитарной операции Мехар-5 и возвращение из зон вооруженных конфликтов 95 женщин и детей. Узбекистан демонстрирует всему миру пример гуманности в отношении тех, кто оказался в сложной ситуации, заявил Ирфан Саид. Представитель Госдепартамента выразил готовность оказать всяческое содействие нашей стране в вопросах реабилитации и реинтеграции в мирную жизнь вернувшихся. Имам национальной мечети Масджид Мухаммад Талиб Шариф в свою очередь отметил, что на фоне усугубляющихся в мире тенденций религиозного национализма, репрессий этнических и религиозных меньшинств Узбекистан уверенно позиционирует себя в качестве модели светского государства, в котором процветают межнациональные согласия и межрелигиозная гармония.